Всем привет! Сегодня поговорим об архивировании. Опять-таки я использую всегда две программы для семейства Mint, Ubuntu, Debian. Вообще для Linux, которые понимают в терминале команду sudo apt-get update и так далее, я использую программу SystemBug. Для других целей я использую программу QT5 FS-Archiver. Вот, например, у меня на диске имеется на девятом разделе Arch-NV, 8.9 гигабайт занимает место. И Manjaro, KDE по-моему, 10.5 гигабайт занимает. Я хочу тут сделать некоторые изменения разделов, и для этого мне нужны, скажем так, надежные копии той работы, которую я сделал, чтобы просто-напросто не потерять. Имеется у меня раздел How. Я его делаю всегда обычно большим. Вот здесь у меня он 400 гигабайт, 93 только занято, 300 свободно. Но если у вас не хватает места для создания резервных копий, то вы можете делать их на внешнем жестком диске. Итак, значит, я запускаю программу QT5 FS-Archiver. Ну, парольчик указываю. Значит, вот разделы мне надо заархивировать, 8, 9 и 10. Я могу сделать их одной программой, а могу два раздела, значит, сделать QT5 FS-Archiver, а KDE сделать просто-напросто при помощи программы SystemBug. Итак, сохранение раздела 1. Разрешить перезапись образа. Разрешаем. Ключ шифрования я делать не буду, ничего секретного у меня нет, разбивать на части не буду. Сохранение я всегда делаю сохранить. Самый лучший формат компрессии для линуксов это LZO. Значит, например, будем делать образ 9-го раздела AnyV. Поэтому назовем его так. AnyV. То есть, это будет арчик. Теперь дальше. Раздел. Раздел у нас будет 9-й. Значит, 9-й раздел. Я выбираю, что я хочу. 9-й дел. Хочу из него сделать копию. И где я хочу сделать? Естественно, я хочу сделать ее вот здесь, в домашней папке, в пользователе. Тут вот у меня много всяческих тапочек. Вот есть папочка Backups. И вот в папочке Backups, значит, ну что, значит, я могу обычным файловым менеджером пойти, значит, к себе в папочку Backups. И здесь сделаю папку AnyV. Вот папочку эту я сделал. Папочка Tlemangara KDE у меня уже подготовлена. Ну и могу сделать еще и третью папочку. Значит, Linux Mint KDE. Значит, вот создать папочку. Напишу LM KDE. То есть, вот три папочки, значит, у меня созданы. Вот видно, что у меня свободно 300 гигабайт. Места вполне достаточно для создания архивных копий. Значит, ну, давайте, значит, вот начнем делать, значит, копию девятого раздела. Значит, девятый раздел. Вот он появился. Arch Anywhere. Значит, единственное, я выставлю число потоков решения. Ну, скорее всего, это количество процессоров. Поставлю четыре. Если у вас имеется ценные данные, отмечаете галочку, вставляете любой свой пароль, только потом его не забудьте. И приступайте, значит, к созданию нормальной работающей копии. Обратим внимание на время. Значит, 15-11. Ну, я вот тут вот напишу 15-12. Начнем мы вот в это время. Ну, и закончим, скорее всего, 15-12 с чем-то. Это уже, как говорится, особой роли не играет. Значит, ну, вот 15-12. И начинаем сохранять. Сохранить. Предполагаемый размер обещает 3,5 гигабайта. Ну, я этим обещаниям никогда, как говорится, не верю. Но, тем не менее, примем, как говорится, как за основу. Вот. То есть, значит, что мы делаем? Сохраняем раздел, общий размер которого 8,69. Сохраняем его вот здесь вот в домашнем разделе. Значит, в папочке Anywhere. Ну, если, опять-таки, повторяю, у вас не хватает места, куда, где хранить резервные копии, значит, их нужно сохранять на внешнем жестком диске. Просто нужно указать путь, куда вы хотите это дело сохранить, и чтобы на этом носителе было достаточно места. Вот практически и все. А теперь, значит, просто-напросто ждем, и затем продолжим. Итак, время заканчивается. Осталось там всего чуть-чуть, и практически, значит, раздел будет скопирован в домашнюю папочку. Мы можем посмотреть это и вот здесь. Раздел был успешно сохранен. Ля-ля-ля-ля-ля. А мы сейчас просто-напросто возьмем и посмотрим его размеры конкретно. Вот бэкапы, Anywhere. И здесь, как говорится, уже видим, что, значит, с 8 гигабайт раздел был ужат до, ну, 6 гигабайт, и имеется к нему еще файлик с описанием, где, значит, указана самая такая необходимая информация. Вот предполагаемый размер они писали 3,5, а на самом деле получилось несколько побольше. Почему я ему говорю, что я никогда там, собственно говоря, не верю, потому что там напишут, что будет. А вот конкретно размер, значит, копий у нас занял 5,9 гигабайт. Теперь все то же самое, но теперь нужно будет сохранить, значит, манджаро. Вот 10 раздел. Вот у нас 10 раздел, и сохранить его надо будет вот сюда. И дадим ему название. Манджаро. Ну, KDE, допустим. Как видите, практически все остальные настройки, они остались теми же самыми. То есть, не надо мне программу закрывать, снова открывать, вот. И нажму ее на сохранение разделов. Вот она спрашивает, что, чего, опять-таки, там предполагаемый размер. Значит, ну, пусть он там на все это дело пишет. А, значит, за все про все, значит, мы начинали... Мы начинали в 15, по-моему. Там 12, что ли. Ну, не столь важно. Там, ну, минут, там 10, это там 15 максимум заняло. Вот. Здесь, опять-таки, я напишу, какие, значит, имеются размеры. Ну, вернее, время. Ну, 15-26. Вот 15, там черточка, 26. И пусть он себе это дело, как говорится, потихонечку создает. Итак, заканчивается создание резервной копии Манжаро. Ну, вот, опять-таки, сообщение, что все сделано. Просто зайдем и посмотрим. Вот я снова зайду в Манжаро. И я почему-то не вижу, что была сохранена загрузочная запись. Вот, Манжаро есть здесь. 6,4 гигабайта. Текстовый файл. Все здесь указано, все правильно. Давайте посмотрим, что же получилось, почему загрузочная запись. Загрузочная запись раздела была, вроде бы, как сохранена. Ну, ладно. Значит, ну, и еще теперь что сделаем. Сохраним Linux Mint KDE, который у нас находится на восьмом разделе. Вот он он, восьмой раздел. Сохраним его вот здесь. Ну, и здесь поменяем только название, напишем Linux Mint KDE. Все остальное, ну, вот, видите, загрузочная запись не очень-то хочет сохраняться, а тем не менее. Все остальные, значит, настройки сделаны. И создадим копию и этого раздела. В среднем на создание копии раздела Linux уходит где-то 10-15 минут. То есть, начали мы в 15-12. Первая копия была сделана там 15-26. Потом где-то 15-30 мы начали создавать. Ну, где-то вот таким образом. Итак, ждем окончания создания третьей копии. После чего мы уже можем с этими разделами, значит, их удалять, там, создавать новые и так далее. Это уже без разницы. Единственное, что, значит, после создания этих трех копий я заскочу на KDE и там программа SystemBug. Сделаю копию SystemBug в формате SystemBug. Вот и все. То есть, показываю вам все это для того, чтобы, если вы задумаете делать какие-то там изменения у себя на жестком диске, то что, чтобы не потерять ценную информацию, вам просто-напросто нужно иметь надежные резервные копии, с которых вы можете восстановиться на любой раздел жесткого диска на любом компьютере. Вот и все. Ждем. Итак, закончилось создание третьей копии. Ну, посмотрим, сколько она занимает места. Значит, 4,2 ГБ. То есть, довольно-таки компактные размеры. 4,2 ГБ. Здесь 6,4 ГБ. Манжаро. И Archie Nivea. 5,9 ГБ. То есть, самый компактный формат получился у Linux Mint KDE. Хотя, в принципе, по набору программ Linux Mint KDE, он превосходит вот эти вот сборки, куда я ставил Archie Nivea и Манжаро. На них многие программы просто даже напросто и не встают. Ну, ладно. В следующей части ролика, значит, я буду уже работать, зайду на Linux Mint KDE. И на Linux Mint KDE программа SystemBug. Так, мы создадим, опять-таки, архивные копии Linux Mint KDE. А затем мы будем удалять вот эти вот разделы. 8, 9, 10. Создадим любые разделы по своему усмотрению. И проверим, как оно работает. То есть, этот урок посвящен именно тому, как работать с разделами жесткого диска. Как их там копировать. Короче, курс кройки и шитья. Итак, создадим копию KDE Linux Mint на другом разделе жесткого диска. Значит, принадлежащий в Linux Mint Cyanamon в домашней папке. Значит, вот видно, что тут была создана копия FS-архиватора. А мы создадим еще одну копию при помощи программы SystemBug. Вот открываем папочку User. Раздел User. И у него должна быть папочка Backup. И в папочке Backup у нас должна быть папочка Linux Mint KDE. Вот Linux Mint KDE. Значит, мы и будем сохранять текущую копию операционной системы настроенной. Вот в этой папочке. Значит, в домашней папочке принадлежащей Linux Mint Cyanamon. 18.2 Итак, копии трех разделов созданы. Arch Linux, Arch-Nivea и Manjaro созданы программой QT5 FS-архивер. Linux Mint KDE создан программой один образ FS-архиватор. А другой программой SystemBug. Вообще, скажем так, двойная прочность получилась. Теперь, вот только после таких манипуляций, вы можете взять и поиздеваться над разделами по своему усмотрению. Например, просто можете взять и удалить. Взять и удалить. Взять и удалить. Ну и применить изменения. Вот, практически ничего тут такого страшного нет. Почему? Потому что у нас созданы архивированные копии разделов. И, собственно говоря, бояться нам теперь нечего. К примеру, значит, вот сейчас у меня, значит, установлены на две системы, значит, десятка и Linux Mint Cyanamon 18.2. А я хочу сделать какой-нибудь разделчик. Вот у меня, допустим, 127 ГБ. А я хочу на 50 ГБ сделать раздел. Раздел. Ну, допустим, вот новый раздел. Тут напишу я, по меру, там 51.200. Экстеншн 4. Ну, а что туда закинем? Ну, давайте манджаро закинем, например. Вот так его обзовем. Другой раздел создадим. Ну, я даже его и называть не буду, просто напишу ему циферку. Один. То есть, я еще не знаю, что на него я буду там закидывать. Применить. То есть, вот, создаю два раздела. То есть, если у вас имеется на диске свободное место, вы можете вот так вот это место распределить. Или уменьшить размер раздела. И оставшееся пространство использовать для установки любой операционной системы. Значит, там или Linux, там или Windows по своему усмотрению. Или просто использовать раздел, скажем так, для хранения данных. Вот у нас получился восьмой раздел. Манджаро на 50 гигабайт. Теперь, значит, смотрим. Значит, нам при помощи, допустим, программы QT5FS-архива Значит, нужно восстановить все это дело. Значит, восстановить. Вот идет восстановление. Восстановить куда? На восьмой раздел находится. Вот папочка бэкапа. Манджаро КДЕ. И вот находится образ. То есть, значит, сделаем, восстанавливаем, восстанавливаем копию Манджаро КДЕ, которая располагается у нас в домашнем разделе кинокспинцинамона. Значит, и восстанавливаем ее куда? Вот сюда. На восьмой раздел жесткого диска. Все, как говорится, ясно, просто и понятно. Ну что, восстанавливаем. Значит, 17.08. Ну, 17.09. Считайте там, что началось время восстановления. Пишут, что раздел не совпадает с сохраненными и так далее. Потому что мы изменили размер раздела. Продолжаем. Восстанавливаем. И теперь пускай занимается своими делами и восстанавливает туда, куда ему и положено. Затем мы освежим сведения о разделах. Сведения о разделе Манджаро. Вот нажмем там на файлик позже. Пересканировать. И посмотрим, что у нас получилось. Восстановление идет, конечно, гораздо более живенько, чем, скажем так, создание. Тут буквально порой занимает там несколько минут. Ну, подождем. Итак, восстановление раздела заканчивается. Начали мы в 17.09. Сейчас в 17.13. Ну, считайте, 4 минутки заняло восстановление раздела. Естественно, здесь сейчас мы видим старую картинку. Поэтому я вот нажимаю файл, пересканировать устройство. И пусть он нам сообщит, сколько сейчас у нас занимает Манджаро. Манджаро у нас сейчас занимает 10,5 гигабайт. Ну, это уже на виртуальной коробочке этот раздел не проверишь, как говорится. Надо проверять все это дело ручками. Поэтому я сейчас перезагружусь. Загружусь с Манджаро. У меня, по-моему, на Манджаро был установлен симпл-скоррекордер. Сделаю краткую запись, что раздел восстановился. Вернемся на Минсенамо. И продолжим заключительную часть урока. После всех произведенных изменений, значит, естественно, нужно поднастроить меню загрузки. Ну, давайте сначала выберем групп-кастомайзер. Посмотрим, что он нам может предложить. Бург нет. Я хочу просто-напросто групп поднастроить. То есть, программа групп-кастомайзер. Вот у нее в настройках указано, что она ищет другие операционные системы. Это менюшку показывает. Ну, по умолчанию я назначил ей Linux Minsonomon загружать. И плюс создавать меню, значит, в режимах восстановления. Вот, значит, мы установили все это дело. Манжаро мы установили на восьмой раздел жесткого диска. Значит, вот он у нас здесь первым пунктом высветился. Это к нему дополнительное, как говорится, там меню настройки. Это вот все для минта. А KDE у нас, как говорится, и рядом не стояло. Значит, мы его убираем. Вот, по идее, должно получиться вот такое меню настроек. Но, поскольку у меня основной системой идет Mint, то поэтому, значит, я его и буду наверх поднимать. Linux Mint подниму наверх. Манжаро будет вот здесь. Вот эту папочку. Параметры дополнительные для Mint я подниму. Вот сюда. Ну, и давайте посмотрим, что у нас теперь тут получится. На первом месте будет Mint, на втором Манжаро. На третьем месте будет винда. 20 секунд, время вполне достаточное. Ну что, сохраняем конфигурацию. То есть, если не настроить меню загрузки сразу после, значит, работы с разделами, то компьютер у вас может не загрузиться. А так мы, значит, вот программой групп Кастомайзер сделаем настройки меню загрузки. И сейчас еще перестрахуемся и зайдем в эту программу. Я сейчас закрою вот эту. Еще зайдем в настройки меню загрузок. Вот сюда. Зайдем в групп. И прямо на эмуляторе посмотрим, что у нас тут будет он показывать. Цену Амон, Манжаро и Windows. Все нормально. Меня, в принципе, это вполне устраивает. Значит, я могу нажать просто. Применить изменения на всякий случай. Есть еще один из вариантов, когда у вас этих программ нет. Нужно настроить или создать меню загрузки. С любой сборки Минта, значит, заходите. Прямо на флешку можете записать. Любая сборка, любой официальный образ Минта, любой официальный образ Линукса. И в терминале, значит, вот нужно будет набрать вот эту вот команду. Установка программ. Загрузчик операционных систем. И вот пользователь один порекомендовал. А просто набрать, значит, вот эту вот команду. Указать обязательно название жесткого диска. Вот у меня он идет как SDA. Вот. Просто в терминале набираете сюда группу install.df.sda. И вторую команду, значит, обновить. Получится примерно то же самое. То есть, как видите, в Линуксе много самых различных вариантов. Даже система не гроется. С флешки заскочили. С любого Линукса набрали в терминале вот эту команду. И, как говорится, должно вам быть счастье. Ну, а я теперь перезагружусь и посмотрю, что, значит, у меня тут получится. Итак, как видите, манджаро восстановился. Из резервной копии созданной программой QT5 FS Archiver. Ну, типичный интерфейс кедов. Ну, моя любимая программка тут есть. Программа для записи с экрана. Менюшка приятненькая такая. Ну, практически все самые необходимые программы здесь, скажем так, присутствуют. Так что, возьмите себе на заметку для ваших ремонтных работ. В окончательном виде, вот, я просто взял, вот, восстановился, значит, восстановил манджаро, восстановил Linux Mint KDE. Ну, что, ну, нормально все работает, как и полагается. Ну, всегда могу вам порекомендовать только одно, что, значит, вот у меня, значит, на сайте и в видеоуроках был, значит, раздел, целых три видеоролика я сделал, посвященных созданию загрузочных флешек. Вот. Ая 1, 2 и 3. Делается на винде, это делается мультизагрузочные флешки. Обычные загрузочные флешки, на которых только там одна операционная система, их можно делать в Linux, при помощи программы Multisystem. Она во многих моих сборках, скажем так, присутствует. Вот. Тогда, если даже вы проделали какие-то там манипуляции с вашими разделами, выключили компьютер, снова включили, а он у вас не грузится, включаете флешку, через нее подсоединяете поисковик операционных систем, и все-таки загружаетесь на необходимый вам там Linux, и на Linux уже при помощи загрузчика, или при помощи вот этой вот команды. Сейчас я покажу ее. Значит, вот здесь она у меня находится, загрузчики операционных систем, вот. Вот эта команда. И обновление. Единственное, не забывайте, SDA у меня стоит, потому что у меня SDA. Если у вас стоит SDB, значит, поменяйте букву А на букву, там, D, там, или B, там, или C, там. Что там у вас будет. Вот практически и все. То есть, вы можете, скажем, как разумный архитектор, перестраивать структуру своего жесткого диска в зависимости от ваших нужд и желаний. Ну, что, на этом, значит, я считаю, что самые такие вот необходимые сведения я вам сообщил. Желаю всего самого доброго, всяческих успехов и удач. До свидания и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok